александр привет большой значит смотрите какой эспандер я подобрал разговор шел примерно похожим на кок-2 по усилию на чего-то спандер эсхер вот такой эспандер эсхер здесь у нас будет татуировочка стального хвата россии значит я вам калибровку сниму здесь нигде ничего больше писать не буду значит основные параметры у кока 2 это примерно 72 расстояние между ручками усилия 48 килограмм на конце ручки это кок-2 ну усредненный кок-2 показывает примерно вот такие параметры значит что будет у стального хвата россии ночь меряем расстояние между ручками 75 миллиметров ну все остальные параметры одинаковые то есть длина ручки 995 миллиметров то есть 9 половиной да у нас сантиметров получается да все видно 95 до диаметр ручки соответственно тоже усредненный параметр вот он 19 2 19 2 19 4 это в среднем показывают основные эспандеры мировые тасс коки геленхеме то есть ручки соблюдены расстояние чуть шире и теперь давайте посмотрим калибровку то есть соответственно по расстоянию он уже чуть-чуть будет шире соответственно уже сложнее его будет закрывать и сейчас посмотрим основное это нагрузка у эспандера на конце середина это соответственно умножить динаметрическая середина может на полтора натягиваем и измеряем ну вот как вы просили как мы и сделали чуть-чуть я не довел измерение ровно дюймовой планки на конце закрыт эспандер усилия 49 и 8 50 килограмм власть и чуть сильнее он чуть сильнее чуть сильнее чем кок базовый значит получается 50 килограмм динамометрическая середина 50 на полтора 75 килограмм ну чтобы его закрыть без установки ну надо вот 85 динамометрию иметь в руке вот такой эспандер с schr на 50 килограмм чуть мощнее по всем параметрам кока 2 все занимайтесь удачи вам сейчас отошлю пока Продолжение следует...